Упаковка бумаги для цветной лазерной печати стоимость почти 4000 рублей. Хотя еще примерно неделю назад в этом же магазине можно было купить обычную бумагу за 250 рублей. Сейчас в наличии ее нет, но в Минпромторге говорят, что поставки стабилизируются уже в течение этой недели. Рынок ценных бумаг, так в сети уже назвали продажу офисной бумаги. Мы побывали в четырех разных магазинах и ни в одном из них не оказалось стандартной бумаги для принтера формата А4. В интернете есть, но стоимость от 1500 рублей. И операторы колл-центров советуют поторопиться с покупкой. Здравствуйте, у вас можно купить бумагу А4? Больше 1600 рублей за пачку. А почему так дорого? Это премиальная бумага? Я не знаю по поводу премиальности. Сейчас вся бумага белая, премиальная. Заводы, которые выпускают бумагу, стоят. Бумаги нет. Как нам объяснили в Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров, большинство комбинатов в России не приостанавливали производство. Но они действительно столкнулись с проблемами. Химикаты для отбеливания бумаги и некоторые запчасти привозят из-за границы. При этом в Союзе заверили, что цены ключевые производители пока не повышали. При сохранении, предположим, Монди бизнес-пейпера, который в Сыктывкаре является крупным производителем, крупнейшим производителем фокусной бумаги в России. И при этом они цену не поднимали за последние три месяца. Вот почему цены растут и их предпродавцов, это вопрос точно не к нам. В России нет дефицита исходного сырья. Это так называемый круглый лес, из которого делают целлюлозу. Но чтобы ее отбелить, нужны химикаты. Как правило, хлорат натрия. Лидером по поставкам в Россию была Финляндия. На втором месте Узбекистан. Это же сырье предлагают Китай, Индия и Турция. А в Минпромторге уже заявили, на одном из крупнейших комбинатов в России перестроили технологический процесс и уже нашли новое решение. Поэтому многие компании-потребители бумаги не видят причин для беспокойства. А пока эксперты советуют не поддаваться бумажной лихорадке и не пытаться делать запасы по любым ценам. В Минпромторге уже заявили, дефицита офисной бумаги в России нет. Мария Кудрявцева, Юрий Марченко, Маргарита Бобровская, Мария Басова, Екатерина Николаева. Вести.